Малыши из дома ребенка ищут родителей. Такую фразу или тему очень часто можно услышать с экрана телевизора, радио, прочесть в газете или интернете. Действительно, многих неравнодушных людей волнует судьба тысяч малышей, растущих без родителей специализированных учреждений. Но вместо того, чтобы переживать и сочувствовать на расстоянии, каждый из нас может лично помочь детям, сиротам или детям, лишенным родительского попечения. Дома-малютки постоянно нуждаются в новых сотрудниках и волонтерах, финансовых вложениях и конкретных вещах. Но самое главное, они с радостью готовы принять людей, решивших стать родителями. О буднях и праздниках Севастопольского дома ребенка, о людях, создающих домашнее тепло и уют своим подопечным, пойдет речь в программе «Полезное утро» на канале ИКС-24. В студии Наталья Шельга. Здравствуйте! Гости нашей утренней программы Ангелина Ивановна Орехова, главный врач Севастопольского специализированного дома ребенка. Утро доброе. Доброе. Ангелина Ивановна, утро в доме ребенка. Оно особенное? Или такое же, как у всех дома? С криками «не хочу сегодня вставать», «я видел во сне маму»? Или что у нас будет на завтрак? И уже расстаются, развиваются запахи с кухни. Да, мы все устраиваемся делать для того, чтобы создать домашнюю обстановку ребенку. И, естественно, создать все условия, чтобы это утро было действительно по-домашнему доброе, как с родной мамой. Потому что мы работаем сейчас в новых условиях. Это не только в Российской Федерации, но и мы работаем сейчас в рамках постановления правительства Российской Федерации 481, которая с сентября 2015 года уже внедряется в жизнь таких учреждений, специализированных домов ребенка и вообще интернатных учреждений, которая в корне меняет подход к воспитанию детей. Ну, не в том смысле воспитания. Оно всегда было растить добро и внимательно поколение будущее. Здесь именно с самого раннего детства заложены вот те принципы, именно как дома модель. Так и называется проект. Проект называется как дома. Это, в общем-то, очень много прошли, предшествовало всему этому, чтобы создать этот документ. Были пилотные проекты в Мурманской области, в Санкт-Петербурге. Но именно психологи и научные работники по психологии именно Санкт-Петербургского научно-исследовательских институтов, много исследовав именно процесс роста ребенка, начиная с самого раннего детства, это начиная с домов ребенка, пришли к выводу, что надо именно менять эту модель. То есть, чтобы ребенок был, самое главное, в одной среде, то есть среда обитания, чтобы она не менялась. То есть, естественно, особенно у детей раннего возраста, до трех лет, есть режим дня. То есть, у них у каждого ребенка до года это режим дня бодрствования, проволок, кормления. Семь раз кормят, пять раз кормят и так далее. То есть, вот именно до трех лет, учитывая вот эти режимные моменты, они и приходилось детей воспитывать именно в разных группах. То есть, он в одной начинал группе, потом переводился в другую. Именно так, как менялись у них режим дня и бодрствования. Ну, что-то по типу садика, правильно? Ну, да, по типу садика. Но, в отличие от садика, ребенок возвращается в домашнюю среду. Нашим деткам возвращаться некуда. И вот у них с самого детства вот эта грань ассоциации такой, она формировалась. Которая в дальнейшем не давала им формировать именно личность такую, в общем-то, осознанную. И дети такие должны быть уже ближе к самостоятельности, воспитывать такие самостоятельные. Воспитывают также у детей чувство сострадания, чувство какое-то оказания помощи с самого раннего детства. И именно создалась вот эта модель, которая предусматривает именно та среда обитания. Одинаковая она должна быть, ну, как дома, чтобы это была квартира, по сути. То есть, по сути дела, не по группам, а по семьям дети. По семьям. Я так понимаю, что разного возраста, с разным характером. Безусловно. Даже какой-то процесс инклюзии сюда включен, потому что могут быть в группе и детки с ограниченными возможностями. В семье могут такие дети быть. И это именно и приближает. Самое главное – это разного возраста. Естественно, это уже разные режимы в группе. Почему и детей стало меньше в группах. Это максимум 7-8 человек. Ну, в идеале это 6 должно быть в группе. Сотрудники должны быть одни и те же. Ну, учитывая отпуска, так сказать, какие-то, все равно замены происходят. Но мы стараемся именно с сотрудника воспитателей, чтобы это все-таки были одни и те же лица. Дети, во-первых, привыкают. У детей формируются уже какие-то привязанности, характер. И наши сотрудники, наблюдая за ребенком, могут в качестве его характеристики применять различные методы воспитания. Что ребенок любит, чтобы развивать его какие-то привязанности уже с самого раннего детства. Вот на это все и направлено. Ну, точно как дома. Если ребенок любит рисовать с трехлетнего возраста и видит родители в этом, то, естественно, каждый родитель видит какую-то одаренность уже в этом ребенке. И пытается пойти к специалистам, показать эти рисунки и может даже куда-то чего-то дальше развивать. Вот эта модель, она теперь и перенесена именно в такие учреждения интернатные, как наш Дом ребенка. Довольно-таки достойный проект, который принесет определенный результат положительный. Безусловно, очень достойный проект. И он, в общем-то, был долгожданный. Также было много вложено сил администрации, чтобы создать всю среду. Потому что в группе надо создать среду обитания для разного возраста. Это тоже входит в этот проект. Поэтому вы подобрали и мебель у вас приспособленная. То есть у каждого есть свой шкафчик. И как всегда нам объясняют психологи, что если папа должен сидеть с газетой на диване, то есть непосредственно диван. Если мама стоит у плиты за печкой и наливает чай, то все для этого приспособлено и все для этого продумано. Ангелина Ивановна, вы уже, конечно, рассекретили нас. Мы были у вас в гостях. Очень приятно. И мне очень отрадно было видеть, что детей-то мало. Вот невзирая на тот уют, на то тепло и душевное, и с которым вы нас встречали, и дети, в которой в обстановке живут. Но их мало. И я искренне порадовалась. Я давно у вас не была, года три, наверное. Скажите, с чем это связано? То ли родители стали сознательнее, и они не отдают своих детей, а воспитывают детей с ограниченными возможностями в семьи, забирают. То ли государственная поддержка, то ли бюрократическая процедура стала менее требовательной, если можно так сказать. На ваш взгляд, почему? Что изменилось? Количество детей, в принципе, у нас за последние пять лет, общее количество детей, которые присутствуют ежедневно в учреждении, оно, в принципе, колеблется, но колеблется не очень сильно. У нас на протяжении пяти лет ежедневно в доме ребенка до 30 детей. Это может быть до 35, бывало и 35, 30, 32, 28, ну вот в этих пределах. Когда вы были у нас, у нас было 28 детей. Но, как вот я уже сказала, в группах, где мы были, там шесть детей в семье. Поэтому вам и показалось, что их мало. Потому что раньше было до 10, до 12. И если бы не это внедрение, так сказать, вот этой модели, то, по сути дела, в рамках экономного использования бюджетных средств, естественно, эти бы группы были объединены. И если, допустим, у нас сейчас вот пять групп, то было бы, допустим, три группы. Потому что это три поста. То есть это были бы сэкономлены бюджетные деньги на зарплате работников. Но с учетом того, что эта семья и там должна быть, как бы, в идеале шесть деток, вот у нас сейчас пять групп, где есть по шесть детей. Российское законодательство дает, как бы, ну, такую детям, я считаю, очень хорошую тенденцию, уйти быстрее в семью. Потому что в Российской Федерации очень, ну, узаконены такие формы, как временная опека, вообще опека, что не было, в общем-то, при Украине. Маленького ребенка при Украине взять под опеку было очень сложно, совсем у грудного. Вот здесь, как бы, все это законодательно отрегулировано, и органы опеки очень активно в этом работают. И если приходит ребеночек у нас, оставленный в роддоме, маленький, естественно, все наши граждане хотят таких маленьких деток, то вот такого маленького ребенка очень, как бы, ну, упрощенная процедура, его под опеку временную, с последующим усыновлением. Есть такая, такая, такая процедура. То есть ребенка забирают, а документы еще могут оформлять некоторое время, но ребенок уже живет в семье. Уже живет в семье, и его нет у нас. Это очень хорошо. Те дети, которые нуждаются, ну, в каком-то восстановительном лечении, ну, есть такие тоже детки, которые, ну, конечно, немножко они задерживаются, но в дальнейшем тоже уходят. Вот по итогам 2017 года к нам поступило 50 детей, 50 детей ушли. В принципе, движение есть, одни приходят, другие уходят, и мы, в общем-то, на этом работаем, и материальная база укрепляется, чтобы все сделать возможное, чтобы побыстрее ребенка восстановить, потому что, ну, конечно, хочется ребенка отдать семью, которым будут заниматься, любым ребенком надо заниматься, но чтобы у родителей была полная уже ясность, что. Поэтому, как любой взрослый человек, они ответственно относятся к этой процедуре и к своим действиям. Поэтому мы, как бы, минимизируем вот эти все, так сказать, сложности и делаем все возможное, чтобы у ребенка, ну, восстановительное лечение прошло слаженно, на хорошем оборудовании и с хорошим результатом. Ангелина Ивановна, с приходом в Россию стали такие формы, появились такие формы, как попечительские советы при учреждениях, и при медицинских, и при лечебных учреждениях, и вообще, общеобразовательных, и я знаю, что и у вас есть свой попечительский совет. И мы, по сути дела, попали на заседание или отчет своеобразный, в который учреждения, сотрудники предоставили за ту финансовую помощь, которая была получена от благотворительных акций, марафонов за 2017 год. Это были немалые деньги, вы сказали 2 миллиона 900 тысяч, и вы рассказали, куда они были потрачены. Это и соляная пещера, это и оборудование реабилитационное, и много-много другое, начиная от ремонта и мебели. Оборудование, вот, про соляная пещера, она была нам не по благотворительности поставлена, она была приобретена по субсидии. То есть наш учредитель, департамент здравоохранения, он всегда у нас берет планы закупки оборудования, потому что впереди у нас лицензирование, мы сейчас работаем по уведомлению, которое нам утверждено, на основании лицензий, полученных при Украине, а впереди лицензирование по российским стандартам. Естественно, это в первую очередь должна быть материальная база, соответствует всем перечням и стандартам Российской Федерации. И если мы обосновываем, у нас есть помещение, у нас есть специалисты, которые будут на этом оборудовании работать, то, естественно, эта субсидия согласовывается и выделяются средства. И такие средства в размерах полутора миллионов рублей было выделено нам в 2017 году, и соляная пещера была в рамках законодательства приобретена, соляная пещера, а также монтесуритерапия, это вот все оборудование для педагогической коррекции деток. Все остальное, вот реабилитационное оборудование, которое вы тоже видели, это уже было предоставлено нашими благотворителями. Много людей было заинтересовано, и к нам поступали звонки с просьбой, чем помочь, что купить, и также отозвался благотворительный фонд «Дети Крыма». И вот это реабилитационное оборудование было нам оплачено одними ценатом московским, и больше чем на полутора тысяч, миллионов рублей мы получили. Очень достойное оборудование, которое мы только мечтали о нем, от 800 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, разно по-разному стоит, которое очень большую пользу приносит нашим деткам. А в 2016 году нами тоже было по субсидии приобретена реабилитационная кровать «Сатурн». Это тоже очень уникальное реабилитационное оборудование, которое тоже у нас есть. Не каждое лечебное учреждение имеет такое оборудование. Но оно у нас есть, оно работает на благо наших деток, которое способствует быстрому восстановительному процессу детей, и тем самым быстрому уходу их на семейную форму воспитания. Это самая главная наша задача. Ангелина Ивановна, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Вот давайте подытожим, с какой бы любовью, с какой бы заботой вы не относились к своим подопечным, своим воспитанникам. Все-таки каждый ребенок должен жить в семье. Обязательно. Буквально перед тем, как идти к вам на эфир, уже была семья, которая выбрала двойняшек. Это же здорово! Пусть так будет всегда. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо. Напомню, сегодня о жизни малышей в доме ребенка рассказывала Ангелина Ивановна Орехова, главный врач Севастопольского специализированного учреждения. Спасибо, что встречаете «Утро» с телеканалом «Х24» и программой «Полезное утро». С вами была Наталья Ширга. Мне остается пожелать хорошего начала дня. Всего доброго и до встречи!